МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ещё раз добрый вечер. Добрый вечер. Маякинёшь? Нет, ничего не надо. Вы ушли с нашего руководителя. Да. Хочу начать говорить об одной теме, которая для меня является самой важной, очень важной. Ту, которую я придерживал изначально, как бы так, немножко придерживал для того, чтобы самое лучшее не отдать сразу, вначале. Поэтому сейчас пришла такая уверенность, что всё, можно говорить. Потому что, на самом деле, ну, я знаю, бывают разные времена. Иногда есть что сказать. Иногда нечего сказать, как бы, да, так смотришь в себя. Но прежде чем вот Бог начал всё это движение с нами, Он вот лично меня, Он сначала наполнил просто до такой степени, что я реально не знал, куда мне всё это девать. И я как бы не хвалюсь, я говорю, что есть на самом деле. Потому что нелегко, на самом деле, ходить внутри с какой-то вестью, с откровением, и как бы не иметь возможности толком это поделиться. Я даже, ребята знают, я всем там уж прожужжал, что я книгу пишу, что я даже начал её писать, эту книгу. Мучился, 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 но для меня это всё равно является подтверждением того, что сейчас здесь происходит, это та возможность как бы передать то, что есть внутри, что Бог всё-таки, ну, даёт возможность. Он сначала не говорит, приводит, да, там, тебя, у тебя нечего сказать, Он тебе уже даёт возможность. Он так сделал со мной, что Он меня сначала так наполнил, что у меня из всех ушей уже лезло просто, и... а потом дал возможность. И даже вот эту тему, которую я сейчас буду говорить, он не дал мне сказать сразу. Он мне сказал, терпи ещё, терпи. Ну, сейчас могу говорить. Заинтриговал чуть-чуть, нет? Нет, да, терпусь ты. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, да? И на самом деле будем говорить об этом не одно собрание. Попытаемся в два уложиться, но, может быть, придётся третье сделать, потому что... Ну, потому что хочется охватить, или вы хотите это? Я могу просто вот по вершкам пробежаться так, и... Ну, вам хорошо будет. Но... Я всё-таки думаю, что нам нужно задержаться на разных моментах именно этой темы. Потому что... Ну, как бы вот, знаете, не звучало... название, но я считаю, что это именно это название, которое нужно сделать. И название такое, что это, ну, суть христианской жизни, смысл христианской жизни. Вот вы как думаете, вот просто, да, есть вообще, так грубо говоря, какой-то смысл христианской жизни? Не так, чтобы вот, всё обо всём, исцеление, радость, счастье, вера, любовь, всё вот, да, всё хорошо, всё в Боге, всё это Бог. Или вот мы можем всё-таки попытаться сказать, что вот есть суть и смысл христианской жизни? Ну, вы, скорее всего, не сможете на этот вопрос ответить. И вы даже, наверное, можете как бы в это и не поверить, что это есть. Но я вам докажу сегодня, что есть определённая даже схема, я вам её нарисую, вот я приготовил, которая говорит именно об этом, что есть центр христианской жизни. Я пошёл. Давайте откроем притчи. 29 глава. 25? Да. 29 глава, 18 стих. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Вам что-нибудь говорит этот стих уже сразу или нет? Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Мы видим здесь, что первое вот так чуть отклониться, что откровение и закон как будто бы вместе, как будто бы одно и то же, да? То есть, да, стих не звучит так, без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий откровение блажен. То есть, откровение здесь приравнивается к закону. Мы должны понять, к какому закону здесь оно приравнивается. Дальше тоже будет ясно какие-то вещи. Но что здесь написано, что без откровения народ не обуздан? Что такое не обуздан? Не обуздан, не буду вас мучить, не обуздан, это значит не управляем. То есть, для чего узды нужны у лошади? Да? Уздечка, да? Чтобы вот право-влево, правильно? Чтобы направлять, чтобы управлять. Для чего управлять лошадью? Для чего управлять чем? Для того, чтобы прийти туда, куда ты хочешь прийти. На самом деле, все очень просто. Потому что, ну, смысла в уздечке просто ради самой уздечки нет. Есть смысл в чем? Чтобы эта уздечка работала для того, чтобы прийти туда, куда ты хочешь прийти. То есть, на самом деле, о чем здесь говорится? То, что без откровения народ не может прийти к цели. Не может прийти туда, куда нужно прийти, на самом деле. Понимаете? То есть, без откровения прийти туда, куда нужно прийти, невозможно. И, ну, и мы можем это понять, как будто бы, вот, откровение, да, это как уздечка или как закон, да, который тебе, вот, ну, прям конкретные какие-то правила, да, как бы рулит. Но само слово откровение, оно нас, как бы, к другому призывает, да, что, что, что это работает, как бы, по-другому, да, не направляет тебя, да, не заставляет тебя, грубо говоря, вот просто как-то тебя подруливает именно туда, куда тебе нужно прийти. И, как вы думаете, Бог знает вообще, куда нас везти? Аминь. Знает или нет? Наверное, он знает все-таки, да, и в этом его суть и смысл. Да, как вы думаете, он способен нас туда привезти или нет? У него есть для этого все? А как вы думаете, мы там уже или не там? Ну, кто-то раньше. Если бы были там, мы уже были там. Еще не там, еще на пути. Тут уже каждый может отвечать по-разному. но, но, то, когда ты туда приходишь, ты понимаешь, что ты приходишь туда. Может быть, это не прям всегда ты это осознаешь, но вообще, как бы, ощущение того, что ты приходишь именно туда, оно есть. И как бы, поэтому хочу об этом тоже сказать именно ясно, что тут должна быть ясность, что у Бога есть конкретный пункт назначения. И если мы посмотрим по Библии, что тот же народ Израиля, он был выведен из Египта однажды, да, выведен из Египта и как бы вот освобожден от Египта. И они там служение провели. Но куда они пришли сначала? В пустыню они пришли сначала. Там они получили закон. А цель ихняя какая была? Куда прийти? В землю обетованную. В землю обетованную. Таким образом, наша цель, как у христиан, не выйти из Египта, а войти в землю обетованную. И это две разные цели. Потому что, на самом деле, иногда смотришь, что у многих людей христианство останавливается вот в этом промежутке. Вот в этом промежутке. Что мы вышли из Египта, Бог сделал что-то, но не вошли в землю обетованную. И вы знаете, что это настолько страшно, это настолько плачевно, потому что, если мы посмотрим, то все эти люди, которые вышли из Египта, ну, за исключением там нескольких человек, они просто умерли в пустыне. Понимаете? Просто умерли в пустыне. И не просто быстро умерли. Они 40 лет там ходили. Понимаете? 40 лет ходили. О чем нам это говорит? О том, что существует такая проблема, что можно и пойти за Богом, но не дойти до туда, куда нужно дойти. Не войти в то, что нужно войти. И тогда, что мы здесь прочитали сегодня? Что откровение, без откровения, народ не обузан. Без откровения прийти туда, куда нужно прийти, невозможно. И мы на самом деле это все видим именно на Ветхом Завете. То, что по сути, на самом деле, как вы думаете, это вообще возможно туда прийти? Возможно? А вы знаете, что это невозможно? Ну, потому что. Потому что на самом деле туда прийти невозможно. Это серьезно, я вам говорю. Я сейчас не шучу. Обоснуем. Вот именно, чтобы туда прийти, мы должны понять, что это невозможно. И вот когда мы поймем, что это невозможно, но все равно захотим туда прийти, вот тогда мы туда сможем прийти. А пока мы еще думаем, что туда прийти возможно, мы туда не придем. Может быть, я немножко жесток, да, как бы жестко здесь говорю, но это очень хороший пример именно того, что я хочу сказать. Потому что это на самом деле так. И если мы это посмотрим, и вот об этом мы будем с вами разговаривать как бы не одно собрание. Потому что вот как раз о возможном и невозможном мы будем говорить в следующий раз. И, ну, как бы, именно... Потому что если бы это было возможно, Христос бы не пошел на крест. Понимаете? Потому что Христос сделал как раз вот это невозможное для того, чтобы невозможное для нас стало возможным. Понимаете? И в этом есть вот как бы смысл. но, понимаете, оно действительно должно так... Мы так должны к этому подойти, да, и так через это пройти, что мы действительно придем с вами, обязательно должны прийти к этому осознание, что это невозможно. Что это невозможно. И вот только на этот, в этот момент, вот в этом переломном моменте, вот в этой вот точке Х мы можем туда войти. Потому что, ну, помните, ученики однажды сказали, ну, кто же тогда может спастись? Помните, когда им сказал то, что ты иди раздай все, продай все и раздай все деньги, и тогда приходи и следуй за мной. И ученики испугались. Они сказали, кто же тогда может спастись? И что Иисус сказал? Невозможное человеком, возможно Богу. Потому что они действительно правильно испугались. И вы знаете, иногда у нас так, вот мы живем, живем, у нас так простреливать, мы пугаемся. Что это действительно невозможно. Поэтому я вас, ну, немножко напугал, но все-таки мне хочется именно на этом заострить внимание, что на самом деле это невозможно. На самом деле это невозможно. Моисей тому доказательство. Потому что, представляете, человек, который всю, ну, грубо говоря, мы знаем уже, да, немножко про него. Он там в Египте 40 лет, потом в пустыне 40 лет, овец пазда там жил, потом Бог через него делает великие вещи, великие чудеса, Бог его берет, ведет, через него народ выводит в пустыню, все вот. Там народ косячит, а Моисей все это постоянно как-то с этим борется. Он скрижали там носит с горы, в скинии служит, скинию делает, все создает, все, он служитель, он священник, он машина, настоящая духовная машина, как у нас говорят. Даю. И что с ним происходит? Вы представьте, один случай такой происходит, когда народ хотел пить в очередной раз, Моисей такой разозлился на этот народ, говорит, да пейте вы, по скале ударил уже, задолбали вы, и все, и вода пошла, и они попели. Представьте, а попили, и Бог приходит и говорит, плохо поступил ты, Моисей, не войдешь ты в землю теперь. Вот представляете, просто, ну психанул человек разок, ну психанул просто, ну вот, что такого-то в этом? И я действительно об этом думал, ну что такого? Вот многие как-то, знаете, пытаются объяснить эту ситуацию с такой точки, что, ну, Моисей, он там должен был Бога поблагодарить сначала, должен был так-то сделать или так-то сделать, но я думаю, если Бог придирается к человеку вот из-за такой ерунды, то я не хочу с таким Богом отношениями, ну, если честно. Правда или нет? У вас нет такого вопроса? Или я один такой смелый? Сейчас меня поразит, молния здесь. Но на самом деле так, на самом деле непонятно, потому что Моисей вот всю жизнь положил, да, для Бога. Вот он служил, 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 тут разок психанул, ему сказали, Моисей, не войдешь ты в землю. Представляете? На самом деле трагедия, поэтому я говорю вам, невозможно. Я вам объясню, почему невозможно. Ему было сказано одно, ему было сказано, зато ему не было сказано, там, что ты там неправильно поступил, здесь со скалой, там, или неправильно махнул, или тебя надо было два раза ударить, а ты три раза ударил, или один раз ударил, и так далее, да, потому что я слышал разные вещи про это, но ему было сказано, за то, что вы не явили святость мою, перед народом всем, вы не войдете в землю обетованную. Это была предъява, это была как бы причина, что вы не явили святость. И на самом деле, знаете, вот если честно, я немножко так беру на себя ответственность, в том, чтобы так чуть-чуть выкручивать, как будто бы, как будто бы, вот у меня такое внутреннее ощущение, что как будто бы Бог нашел какой-то повод придраться к Моисею, что вот он не войдет. Вот если честно, вот так у людей, оно, ну, у нас так бывает, вот ты когда решил уже человеку зарплату не платить, да, или что-то еще, или тебя решили там кинуть, то тебя кинут, короче, в любом случае, какой предлог найдут или не найдут. И вот здесь, как будто бы, вот для меня, просто психологически так, я вижу, что как будто бы вот такая ситуация происходит. Страшно, нет? Вы думаете, вот Бог вот такой, да? Но здесь просто, я вам сейчас объясню, вы все поймете на самом деле, потому что здесь, ну, Бог хочет что-то тоже через эту ситуацию сказать, что-то хочет показать, потому что на самом деле Моисей был его друг, и любимый друг, и хороший человек. Но для меня здесь Бог жертвует Моисеем, жертвует как бы дружбой, и для того, чтобы показать просто, как бы показать смысл, показать суть вещей, и что, ну, на самом деле невозможно. Потому что, почему? Потому что Моисей олицетворение закона. Моисей олицетворение закона. И он олицетворение Ветхого, как бы, завета. И он олицетворение вот этого неправильного первого пути, Такого пути, который больше по представлению человеческому Который нужен именно для того, чтобы на этом примере показать правильный путь Для того, чтобы явить это разделение и явить этот смысл Потому что на самом деле написано, что закон был дан через Моисея Но благодать и истина пришли через Иисуса Христа И в этом есть разница, и в этом есть суть Бог готовит нам, готовит нам именно настоящий путь в Иисусе Христе И он жертвует для меня Потому что там еще был такой момент, такой интересный с Моисеем Однажды Моисей такой, что-то там ситуация такая была Он ввелся, наверное, хорошо, но не помню Но как-то вот он растрогался так и просит у Бога Ну может я все-таки войду в землю обетованную Ну как-то вот там, Бог, ну пожалуй Знаете, как Бог отвечает? Так, все, об этом не разговариваем больше Ну вот серьезно, примерно так Все, больше не говорим на эту тему И я вот за этими словами действительно вижу что-то такое Что Богу тоже больно так поступать с Моисеем Но Бог жертвует своим другом Бог жертвует своим другом для того, чтобы сделать что-то большее Для того, чтобы показать людям смысл Для того, чтобы открыть людям определенные принципы Которые, ну, однажды должны заработать Понимаете, он творит, как бы он через эту ситуацию творит Поэтому вот так мне эта история открылась Потому что, ну, на самом деле, вы представляете, да? Смысл-то в чем? Что Моисей, он вот, ну, все делал Вот все И написано, не было больше кроткого человека, чем Моисей Представляете? Просто вот настолько был кратчайший Даже когда, ну, на него там вот его родственники восстали Он просто вот даже не стал с ними спорить Просто вот пошел и Бога искал И Бог сам ступился за него А он даже вот, ну, даже с ними не спорил То есть это был, ну, если бы вот просто, наверное, мы Как бы встретились с этим человеком Действительно мы были бы, наверное, в шоке Да, какой это человек, насколько это вот духовный человек И так далее Но, но войти не смог Представляете? Вот то, что я вам пытаюсь сегодня сказать Но войти не смог То есть он был выведен Он делал, 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 делал Служил, служил, служил Переживал, переживал за этот народ Что только не делал И не вошел Представляете? Не вошел И вы думаете, теперь легко нам туда войти или нет? Вы представляете, как вообще вот Поэтому Сам факт выхода из Египта И освобождения На самом деле еще ничего До конца не решает И Я об этом именно хочу и поговорить Потому что написано опять же, да? Как теперь туда прийти? Что мы прочитали в первом стихе? Без откровения Туда войти невозможно Без откровения Туда дойти невозможно Поэтому нам То, что я хочу сегодня говорить Суть и смысл христианской жизни Мы можем теперь уже Вот я вас подвел немножко Заменить словом откровение Я думаю, что если и найти Какое-то слово Которое бы Как-то вот Суть и смысл христианской жизни Нам объяснила То это слово откровение На самом деле Если первый раз слышат слово Или есть какие-то представления Об этом слове откровение То мы какое-то можем сначала Духовное слово такое слышать Откровение Потому что есть там Откровение Иоанна Он там был На небе Видел очень много Каких-то духовных вещей Духовных символов Но на самом деле Смысл и суть Слова откровение Это просто Открыто Понимаете? Это когда тебе Открыто Это когда на самом деле Тебе начинает Открываться И откровение Это не просто Знаете Вот откровение И все Что-то бесполезное Или что-то такое Мурашки по коже Пробежали Что-то такое Какое-то параллельно Откровение Это на самом деле Что-то Что имеет Практическое применение Очень сильное Явное Практическое применение В жизни Это есть Настоящее Откровение И без откровения Мы не можем прийти Туда куда мы должны прийти Ладно Не буду вас Долго мучить Потому что Хочу уже вам Начинать Рисовать Сейчас буду вам Прямо сразу Уже Доказывать Ну вот Кто Вот мы А он Он там Не на рояле Он там Вот этот хороший Да? Да Синтезатор Синтезатор Почему Почему Откровение Смысл И центр Христианской жизни Вы же мне не верите Сейчас Правильно Что Откровение Как оно Ну или так Вот Ну Это на самом деле Так Это на самом деле Так И мы как раз Будем об этом Разговаривать Почему Это центр И суть Христианской жизни Как Какой образ Мы имеем С вами Из Ветхого Завета Что такое Вообще Человек Что такое А Сердце Человека Знаете ли Где Бог Живет В сердце Что мы видим Какой мы видим Образ В Ветхом Завете Мы видим Храм Не буду вас Мы видим Храм На самом деле Мы видим Что в Ветхом Завете Он Сначала Скиния Сначала Что-то Меньшее Потом Был построен Храм И в Новом Завете Нам было сказано Что Вы Храм Святого Духа Понимаете Вы Храм Святого Духа И было сказано Иисус Когда Он говорил Про себя Кто Разрушит Храм Сей Или Когда Он сказал Разрушите Храм Я восстановлю Его В три дня Они думали Что Он О том Храме Говорит А Он Говорил О ком О себе Понимаете И на самом деле Это все логично И мы не дураки Мы все Действительно Понимаем Что Бог-то не живет Действительно В рукотворенных Храмах Бог живет В людях И это Принцип И смысл Бога Бог сделал Нас Для того Чтобы В нас Жить Обитать В нас Но Принцип Вот этого Храма Мы можем Взять Из Ветхого Завета Поэтому Это Как смысл Как его Как устройство Храма Есть где-то В языке Даже написано Где написано Что Сын Человеческий Изучи И расскажи Людям Все комнаты Все Ходы Проходы Храма Мы сначала Увидели Что храм Он был Как скиния Построен Достаточно Так просто Но потом Это все Сложнее Сложнее Все построилось И вот Как раз Вот этим изучением Мы должны Заняться На самом деле Вот изучить Храм На самом деле Кто храм Мы И тогда Мы начинаем Теперь Вот Вы Успевайте За мной Чтобы Когда я буду Говорить Храм Мы понимали Что это Про нас Понимаете Что это Про нас И у него Есть определенное Устройство Определенная Схема Определенный Чертеж И я вам Сейчас его Нарисую В простейшей Схеме Как я придумал Вот первый Круг Внешний Второй Там написано Что Есть Внешний Двор Вот Это Внешний Двор Есть Внутренний Двор Хотя Что внешний Что внутренний Пишутся Одинаково Есть Святое Есть Святое Святых Есть Еще Что-то Как Вы Думаете Что Ковчег Ковчег Как Называется Ковчег Ковчег Нет Нет Сегодня Какая тема У нас Про какое Ковчег Откровение Он называется Ковчег Откровение Давайте Вот мы Откроем Исход Сорковую Главу Я на самом деле Не нашел Тот Который Я Хотел Вам Прочитать Исход Сорковой Главе Написано 20 И Взял И Положил Откровение Ковчег Это Моисей Делал В другом Где-то Есть Мессия Может быть Следующий Раз Постараюсь Отстих Найти Там Написано Что Ты Сделай Так Сделай Так Сделай Ковчег Сделай Кольца Такие Ручки Такие Такие И Положи Что Ну Да Если Мы Сейчас Возьмем Это Да Мы Видим Так На Что Это Похоже Стало Что Это Мишень Что Это То Куда Можно Попасть На самом деле Мы Привыкли Так Как ее Видеть И Помните Да Что Такой Грех Что Такой Грех И Суть И Смысл Греха Промахнуться Мимо Да И Вот На самом Деле Мы Иногда Думаем Что Мимо Это Здесь Да Но Здесь Тоже Мимо Понимаете И Здесь Мимо И Что Самое Интересное И Здесь Мимо И Я Больше Скажу Даже Здесь Мимо Есть Только Почему Я говорю Что Это Невозможно Потому Что Это На самом Деле Невозможно Потому Что Попасть Нужно Сюда И Вот Эта Точка Это Примерно Вот Как Острие Копья Это Вот Просто Попасть Туда Куда Нужно Попасть На самом Деле И Это Очень Наглядная Схема И И Ковчег Был Сделан Таким Образом Что Это Был Ларец Да Русским Языком Да Что Это Был Ящик С Крышкой И На Самом Деле Если Это Ящик С Крышкой То Где Смысл Или Мы Просто Ящик Возьмем И Ящик Обнимем Тогда Есть Что-то Внутри Есть Что-то Что Лежит Внутри Ящика Помните Как У Кощая Бессмертного Одно Второе Находиться Здесь Можем Находиться Здесь Давайте Я вам Прочитаю Опять Про Невозможное Это Евреям Девятая Глава Положи в него Откровения Мои Там написано Евреям Девятая Глава Я в первом Стиха Быстренько Прочитаю Первый Завет Имел Постановление О Богослужении И Святилище Земное Ибо Устроена Была Скиния Первая В которой Был Светильник И Трапеза И Приложение Хлебов И Которое Называлось Святое За Второе Завесу Была Скиния Называемая Святое Святых Имевшая Золотую Кодильницу И обложенный Со всех Сторон Золотом Ковчег Завета Где Были Золотой Сосуд Сманную Жерзол Аронов Рассветший И Скорежали Завета А Над ним Херувим И Слава Осеняющее Чистилище О чем Не нужно Теперь Говорить Подробно При Таком Устройстве В Первую Скинию Всегда Входят Священники Совершать Богослужения А во Вторую Однажды В год Один Только Первый Священник Не Без Крови Которую Приносит За себя Из-за Грехи Неведения Народа И Сим Дух Святой Показывает Что еще Не Открыт Путь В Освятилище Доколе Стоит Прежная Скиния Она Есть Образ Настоящего Времени В Который Приносится Дар И Жертвы Не Могущие Сделать Совести Совершенным Приносящего И Которые С Явствами Питьями Различными Омовениями Обрядами Относящимися До Плоти Установлены Были Только До Времени И И И Но Христос Пересвященник Будущих Благ Придя С Большую Совершенничью Скинию Нерукотворенную То есть Нитакового Устроения И Нес Кровью Козлов И Тельцов Но Свою Кровью Однажды Вошел Восвятилище И Приобрел Вечное Искупление Ладно Дальше Читать Не будем Но Приходить Один Человек Один Всего лишь И То Один Раз В год Вы Представляете Что Что Нам Бог Этим Хочет Сказать Что Это Не Для Тебя Понимаете По Большому Счет Или У кого То Есть Такая Надежда Что Стать Первосвященником И Дослужиться До Этого Потом Еще Туда Войти И Знаете Как Он Туда Заходил К Его Ноге Привязывали Веревку Да Большому Пальцу Или Куда И Колокольчик И Колокольчик На Одежду Вешанную Знаете Для Чего Потому Что Чтобы Колокольчик Когда Замолчит Когда Он Там Ходит Остались Остались Снаружи Если Колокольчик Замолчит Недолго Не Звенит Можно Вытаскивать Потому Что Ну Если Священник Оказывался Нечисто Оказался За Ним Был Какой То Грех Он Там Умер Просто Его Поражала Святость Божья Поэтому Вот Даже Само Название Представляете То Что Бог Сказал Моисей Вы Не Явили Святость Мою Вы Не Явили Святость Мою И Это Уже Не Ввело В Землю Обетованную Не Ввело Туда Куда Он Хотел Прийти А Тут А Вот Это Называется Святое Святыня Святое Святых Вы Представляете Знаете Что такое Святой Святой Значит Отделенный То Есть Вот Это Святое Оно Уже Отделенное Вот Чтоб Сюда Прийти Это Уже Надо Ой Ой Быть Каким Человеком Понимаете Ой Ой Какие Там Священники Были Как Они Себя Чтили Как Они Все Делали И так Далее Как Они Молились Как Они Постились Там Они Просто Свою Жизнь Посвящали Понимаете Но Святое Святых Это Святое Для Святых Это Отделенное От Отделенных Понимаете То есть Это Ну В квадрате То есть Это Уже Такой Уровень Поняли Да Один Человек Один Раз Был Понимаете Для того Чтобы Добраться До Сути Ну Вы Знаете Что Самое Интересное Что Даже Он До Сути Не Добирался Пыль Протереть Максимум Пройтись Перекреститься Потом Выйти Что Что Живой Остался Без Смысла Без Сути Без Смысла На самом Дели Как Был Вот Это Все Движение Достижение Такое Это Показано Что На самом Дели Какой Путь И Вообще Какой Уровень Бога На самом Дели Какой Смысл Вообще Бога Для Того Чтобы Дойти До Сюда Я вам скажу Что У нас Песня Есть Такая Войду Святой Святых Через Кровь Иисуса Христа На самом Деле Ну Хорошая Песня Я помню Когда мы Ее пели Так Прямо Понимание Такое Было Что Войду Войду Святой Святых И Все Ну Я Сейчас Понял Что Даже Святой Святых Войти Мало Мало Потому Что Это Тоже Выстрел Просто Суда Понимаете Да Там Хорошо Да Там Откровение Да Там Другой Уровень Да Там Уровень Жизни На самом Деле Но Есть Единственный Смысл Он Здесь Только Находится Он Только Здесь Находится И Это Ковчег Откровения И Вот Это Вот Этот Вот Да Ящик Да У которого Есть Еще Крышка И Крышка Тоже Значит Что Что На самом Деле Это Все Еще Спрятано Что Это Еще Открыть Надо Понимаете Что Еще Там Ключи Надо Определенные Подобрать Да Для того Чтобы Это Открыть И Не Умереть Еще После Этого Я Когда Говорю Вот Об Об этом Ковчеги Об этом Ящике Об этом Символе Я вспоминаю Помните Кино Криминальное Чтиво Помните Там Чемоданчик Открывали Никогда Не показывали Что В чемоданчике Но Всегда Камера Стояла Оттуда Они Открывали И Свет Оттуда На Лица И Все И Было Понятно Примерно Что Там Каждый Уже Дорисовывал Что Там Куча Денег Драгоценностей Или Еще Чего Аж Светил На самом Деле Для меня Вот Это Является Смыслом И символом Потому Что Наша Христианская Жизнь На самом Деле Смысл Нашей Христианской Жизни Заключается В том Чтобы Пойти Сюда И Открыть Эту Крышку Понимаете И Открыть Эту Крышку Не Физически Но Духовно Чтобы Вот То Что Ты Там Можешь Увидеть То Что Там Сложено То Смог Этим Пользоваться Понимаете Ты Не Просто Ушел И Все И Тебя Таким Потом Видит Понимаете Это На самом Деле Не Так Понимаете Если В Ветхом Завете То Наверное Это Так И Было Потому Что Помните Моисей Когда С горы Сошел Он Такой Пришел У него Вот Так Все Светится На Него Аж Покрывало Накинули Представляете Действительно Это Было Вот И На самом Деле Вот Христианская Жизнь Она Такая Вот Мы Можем Физически Не Ходить Так Но Но В Душе Когда На самом Деле Откровения Начинают Работать В твоей Жизни Когда Ты Начинаешь Действительно Видеть Вещи Когда Ты Начинаешь Понимать Смысл Осознавать Когда Ты Можешь Этими Смыслами Пользоваться Это Действительно Настоящее Это Действительно Примерно Это Так Физически Не Выглядит Но Ты Внутри Ты Другой И Это То Что Делает Человека Святым На самом Деле Делает Его Другим Понимаете Потому Что Святой Это Означает Другой Понимаете Это Означает Он Может Снаружи Такой Жи Как И Все Но Он Другой И Каким То Людям Это Открывается Много Раз Мы Такое Слышали Свидетельство Костя Мне Напоминал Что Иногда Ты Просто Какое-то Время С людьми Общаешься Ты Им Даже Ну Иногда Рассказываешь Про Бога Иногда Не Рассказываешь Но Во всяком Случа Стараешь Не Грузить Потому Что Люди Не Любят Когда И Грузят Потом Люди Через Какое-то Время Начинают Говорить Что Свет Идет Понимаете Свет Идет Что Есть В Этом Человеке И Это На самом деле Вот То Что Делает Бог И Это То Что Делает Откровение Понимаете То Что Делает Откровение Потому Что Все Вот Это Оно Это Не Сделает То Что Преображение Тот Смысл Та Цель Которая На самом Деле У нас Есть Она Здесь И Бог Нам Дал Я Вам Доказал Нет Бог Нам Дал Это Символично Через Ветхий Завет Он Нам Это Объяснил Он Нам Это Объяснил И Вот Действительно Эта Схема Она Вот Так Вот Выглядит И Вот Этот Путь Вот Этот Сюда 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 Это Называется Невозможный Путь Называется Невозможный Путь Но Мы Как Люди Все Равно Сначала Его Пытаемся Пройти И Никуда Мы От Этого Деться Не Можем Понимаете И Именно Мы Вот Ну Именно На Том Что Мы Пытаемся Пройти Этот Путь Мы И Должны Как Б Вот Понять И Мы Поймем Когда Вот Это Все Заработает Потому Что Чтобы Его Сюда Прийти Ну Не Знаю Если Брать Тоже Чисто Логические Чисто Так По Человечески Это Все Объяснять Мы Я Могу Упереть Сейчас Тупик Начать Объяснять Там Как Это Все Работает Потому Что Ну На Самом Деле Мы Через Смерть Иисуса Христа Через Принятие Иисуса Христа Попадаем Сюда Попадаем Сюда Но Мы Здесь Не Остаемся Понимаете Мы Здесь Не Остаемся Сначала Мы Сюда Попадаем Просто Потому Что Это Иисус Сделал Просто Потому Что Это Иисус Сделал И Потом Грубо говоря Мы Можем Он уже дает нам такую способность туда опять приходить. В эти смыслы окунаться, в эти смыслы обращаться. Хотите вам в разрезе нарисовать? Вчера приду. Примерно так, как ступени. Я так просто объяснил, чисто схематически, немножко по-другому. То есть тоже, да, идем, идем, мы можем переходить на другой уровень, на другой уровень, но... Вот это, знаете, что такое? Завеса. А знаете, что такое завеса? Завеса означает смерть. Завеса означает, что это разделение жизни и смерти, на самом деле. Здесь это не для живых, на самом деле. Куда живой попасть не может. Знаете, почему? Потому что написано завеса, когда Иисус умер на кресте, помните? Завеса, да. Завеса разорвалась сверху донизу. И где-то Павел в письмах тогда говорит, он тоже объясняет, говорит, что через завесу, то есть плоть свою. Понимаете? То есть это символ плоти, да, завеса. Это вот то, что в любом случае ты упрешься в это. То есть получается, что чтобы туда зайти, нужно умереть. Но зачем туда заходить, если я умер тогда? Понимаете? Поэтому я вам говорю, что поэтому, в принципе, попадание сюда, оно невозможно. Оно невозможно. Поэтому единственный путь сюда попасть, это вот через смерть Иисуса Христа. Потому что нам тогда физически умирать уже не нужно. Когда мы принимаем эту смерть через Иисуса Христа, Он это сделал, Он это преодолел. И это очень важный такой символ тоже, да, о котором мы можем говорить. Немножко мы спустимся, да, к чему-то такому конкретному. Давайте откроем Матфея. Наверное, последняя история на сегодня, но мы потом будем еще про это говорить. Не против, что мы вот немножко на эту тему поразмышляем еще? Да, мы даже рисунки отставим, бумажки эти оставить на следующий раз. Нет? Нет, ну мы посмотрим сейчас, да, я так понял, что да, мы не успеем, наверное, прочитать. Я просто хочу вам дать эту историю, потому что, ну, чтобы вот так поняли мы, к чему я, да, потому что вот вроде я вам какой-то мистики тут набросал о сверхъестественном, да. Матфея, 16 глава. Теперь я хочу так немного, ну, к практике перейти, именно, вот, ну, к нашей жизни, как же это все практиковать, что теперь с этим всем делать, по какому пути идти. Не сказал. Потому что так вот, ну, на самом деле, Бог все дал нам интересно, да, Он дал нам Библию? Он дал нам Библию. А Библия состоит из двух заветов, Ветхий Завет и Новый Завет. И у меня вопрос, Бог, зачем ты дал Ветхий Завет, если, почему ты не дал мне сразу Новый Завет? Почему? Зачем? Зачем давать тот путь, который бесполезен? Это вам вопрос. Я пока отвечать не буду. Вы, правда, подумайте, на следующий день ответить. Нет, просто как вопрос. Потому что, ну, на самом деле, в этом же смысл должен быть какой-то, да, то, что если Бог хочет нас привести к себе, да, хочет нас куда-то привести, почему бы Ему не дать нам сразу конкретный, ясный путь? Знаете, вот Филипп, он спросил Иисуса, он говорит, куда иду, знаете. И, чем, меня знаете, да, куда иду, знаете, он говорит. А, куда иду, знаете, и путь знаете, да, там, к отцу уйду. Ему Филипп говорит, ну, ты покажи нам Отца, и все, и довольна для нас. Он говорит, Филипп, Филипп, не понимаешь ничего. Я столько времени с тобой, а ты, как бы, и не понимаешь, что я и есть, как бы, вот этот путь, да. Но Матфея, 16 глава, да, о конкретике. 13 стиха. Придя же в страны Кесарии и Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, сына человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию, или одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь. Вот такая тоже история происходит, то, что Иисус спрашивает, за кого вы Меня почитаете, и Петр отвечает, ты Христос, сын Бога Живого. И Он говорит, блажен ты, Симон Петр, ибо не плоти кровь тебе открыли это, но сам Отец открыл тебе это. О чем это? Это об откровении. Это о том, что это именно первое фундаментальное откровение, на котором все должно основываться. Это то откровение, которое тебя научит пользоваться всеми остальными откровениями, которое приведет в твою жизнь все основные откровения. Потому что это вот именно и есть то, с чего нужно начать. Потому что, когда Иисус спросил его, за кого Меня почитаете, Ему Петр ответил, за Христа, и Он говорит, ты, Петр. И ты, Симон Петр. И Он его назвал камнем, ты камень. И вот этот вот камень, Он говорит, да, я на этом камне, я буду строить Мою церковь. И вы знаете, да, католиков. Они взяли буквально этот стих, да, и начали строить все на Петре. И взяли преемников Ему, сделали Папу Римского преемником самого, Святого Петра. Знаете, да, и Петр нарисован там у них на изображениях, у него ключи. И он такой, как бы, вот предшественник Папы. Да. И все на этом строится. То есть, вот на этом авторитете, как бы, Петра. Но что здесь хотел сказать Иисус-то на самом деле? Он хотел сказать-то об откровении. Он хотел сказать то, что ты просто, Петр, ты первый, кто это получил сейчас от Отца. Или один из первых, кто это получил. И то, что ты сейчас получил, это не просто то, что ты вот захотел, так сказать. Или тебе вот так вот показалось. А это на самом деле тебе открыто. Это на самом деле очень важная истина, очень просто первостепенная истина, на которой я буду строить церковь. И что значит, на которой я буду строить церковь? Это значит то, что я буду строить свою церковь из людей с таким откровением. Именно с этим откровением. То, что все люди, имеющие это откровение, они будут как бы тоже дальнейшие камни, из которых мы будем строить. Потому что Петр, он нам в первое послание Петра, 2 глава, 5 стих, он нам говорит, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. И вот Петр, он это вот слово, то, что он камень, и то, что вот на нем построят церковь, он дальше передает. Понимаете, он дальше передает это понимание, что не только он камень, не только он Петр, и не на нем нужно на самом деле строить. А выше он тут говорит, то, что приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богу избранному, драгоценному, и сами, как камни живые, устрояйте из себя дом духовный. И понимаете, вот это вот откровение, это как бы первый камень. Первый камень, первое откровение, базовое откровение, фундаментальное откровение, которое просто, с которой начинается все. С которой начинается все. И на самом деле это должно быть именно откровением. То есть вот убедить себя, как бы, да, заставить себя в это верить очень сложно. Это именно должно быть как бы открыто. Сверхъестественно тебе это открыто Или естественно тебе это открыто Это не так важно Самое главное, что ты должен сегодня И вообще спросить себя Есть у тебя это откровение или нет Готов ли ты тоже ответить Так же как Петр За кого меня люди почитают Потому что на самом деле все ереси И все непонимание Оно строится Именно без этого фундамента Например возьмем свидетелей Иегова Они что говорят Иисус, Сын Божий, Пророк Но не Христос Все что-то Пытаются с этого убрать Разные есть Мормоны Или еще кто-то Или еще что-то Но здесь Петр сказал Что ты Христос Сын Бога Живого Иисус Иисус это ты То что Иисус Он Христос Потому что Христос Это не фамилия Понимаете Некоторые иногда думают Что Иисус Христос У нас по-русски Что это фамилия Или отчество Христос это титул Это спаситель Это помазанник Это вот тот единственный Который спасет мир Это Христос Понимаете И вот в этом слове Христос Он не просто вот говорит Ты Христос Ты Иисус Христос У нас очень хорошо звучит Но это смысл Понимаете Это смысл Это смысл Поэтому Иисус Христос Это значит Ты тот Кто должен прийти в мир Чтобы спасти мир Тот кто должен прийти к нам Тот от кого все зависит Тот обещанный Тот именно посланный Понимаете Именно тот Кто вот тебе нужен Понимаете И вот в этом откровении В твоем Должна наша христианская жизнь Она должна именно с этого и начаться Что Кто для меня Иисус Что он не просто Иисус Христос А С фамилией Христос А Иисус Мой Спаситель Понимаете Мой Освободитель И он же Тире Потому что тоже И он же еще и Сын Божий Понимаете Потому что если Иисус Просто Христос То это можно было бы тоже сказать Что это человек Понимаете Вот просто определенный Избранный человек Помазанник Но на него еще Как бы Повешено Так сказать Да Именно вот тоже Вот это Как бы определение Что это Сын Божий На самом деле Настоящий Сын Божий Не просто аллегория Такая в кавычках Сын Божий Все мы дети Божьи Правильно Но это реально Сын Божий Понимаете И вот это вот Откровение Оно Поэтому Петр и произнес это А вы за кого И там же такая ситуация была За кого меня народ почитает И его народ реально почитал За какого-то великого Говорит За Иеремию За Иоанна Крестителя За одного из пророков За Илью А он говорит А вы за кого И Петр Момент истины Да У меня на самом деле Если честно Нет доверия к Петру Вот Петр Он такая личность Как-то вот для меня Хотя вот я его как бы уважаю Но вот Как будто вот он это вот Такой вот он случайно Это говорит Понимаете Как вот Он же выскочка Чуть-чуть такой был Везде свое слово любил вставить Но мы здесь видим Что на самом деле Это серьезный как бы человек И он серьезно говорит То что как бы Вот он думает И я не знаю до конца Осознавал он полностью То что он говорил Не осознавал Но Иисус ему сказал Что тот осознал Понимаете Иисус ему сказал Что ты должен это Ну вот Это не просто так То что ты узнал И за этим следует Понимаете То что ты сказал Что Иисус Христос За этим будет много что следовать Потому что написано Я дам тебе ключи Во-первых Я на тебе церковь построю То есть да Я буду вот На таких людях Как ты Из таких людей Вот начинать с этого Откровения Что вот на этом Откровении Я буду строить свою церковь То есть Из кого он будет строить Свою церковь Из людей с откровением Понимаете Из людей с откровением Потому что это Самый главный смысл Потому что Ну нельзя христианином Родиться Понимаете Нельзя Родиться в христианской семье И все уже, стать христианином Нужно христианином Вот стать Родиться, как говорится, от Духа Это и есть откровение Это и есть откровение И написано там дальше Я тебе дам ключи Я тебе дам ключи Что такое ключи? Вот такой интересный такой вопрос Знаете, тоже можно куда-нибудь В какие-нибудь дебри такие духовные Залезть, придумывать, что же это ключи На самом деле, все элементарно Что делают ключи? А мы о чем говорим сегодня? Об откровении мы говорим Мы говорим об этой точке, которая там в середине Мы говорим об откровении Закрывают Для кого? Но нам открывать надо Нам открывать Это уже закрывать, это уже другая функция Христиан тоже закрывать что-то Инквизитор, да? Да Но смысл Открывать на самом деле Открывать смыслы Открывать тайны Потому что, ну на самом деле Если честно Христианство Оно не такое простое Как кажется с первой точки С первого взгляда Да И вот так вот на него Если посмотреть Сказать Ну ладно, что Христианин Иисус Христос Умер за мои грехи Все Я не грешу Пошел Делаю Живу Ну почему Проблем столько вокруг у людей Почему даже у христиан Столько проблем Почему на самом деле У церкви есть столько проблем Вроде верующий Вроде в церковь хожу А проблем куча А знаете почему? Потому что откровения не работают Потому что откровения не работают Потому что часто Часто Мы как христиане Находимся здесь Понимаете? Ну не здесь Мы может быть начали отсюда Помните Петр Он говорит Ой Петр Павел Он говорит Вы Неразумные галаты Вы начали духом Вам Христос был открыт И сейчас возвращаетесь Опять К ненужным началам Там то делаете То делаете То есть мы видим Что Ну на самом деле Почему я сказал Что Ну не все так просто Мы действительно сюда попадаем Да И когда мы Христа принимаем Но Удержаться здесь Это наша задача Это наша задача И это И поэтому Вот многих Сюда выкидывает И мы опять начинаем Вот здесь Всем этим заниматься И мы еще об этом Потом поговорим Потому что у меня На самом деле Есть Много чего еще По этому поводу сказать Просто вот Хотел Мы уже заканчиваем Просто хотел сказать Что действительно Откровения Они Ну суть И смысл Христианской жизни И откровения Не просто вот слово Откровения Оно Несет в себе Смысл Понимаете Смысл Суть Вещей То есть Практический смысл Когда тебе действительно Вот что-то открывается Оно ставит в твоей жизни Многие вещи В порядок Понимаете Очень многие вещи Становятся в порядок И внутри тебя И вокруг тебя То есть Ну происходит На самом деле Смысл Просто Понимаете Да что такое смысл Потому что Без откровения Народ Народ Не придет Туда Куда нужно Ему прийти Без откровения И вот Моисей Тому пример Следующих Я бы хотел Поговорить Как работает Откровение Да Потом я бы хотел Поговорить О том Как получать Откровение Именно Ну дать Вот такие Как бы Практические Такие вещи Потому что Иисус Он на самом деле Учитель Учитель Он не закон Да Если написано Моисей Он закон Он просто говорил Как надо Как не надо Христос Что пришел Научить пришел Практически Пришел Научить Понимаете И он на самом деле Этому делу Учеников Очень долго Учил И в Библии Очень много Как бы Скрыто Но он Завете Скрытый Нам нужно Вот Как бы Эти смыслы Из этого достать И эти принципы Применить Потом Ну Там же Вот еще Мы еще поговорим О том Что там Три элемента Лежали Духовные Да Сосуд Скрижали И посох Мне раньше Не было Как бы Открыто Про эти вещи Но сейчас Пришло Определенное Понимание Которым Я тоже Хотел Поделиться Потому что Ну Раз они Туда попали Да Раз они Там есть Значит Они что-то Значит На самом деле Для нас Поэтому Вот Хотел Про эти вещи С вами Поговорить Еще Поговорим Очень важно Про именно Завесу Именно Про Переход Про вот этот Переход Потому что Это нас Очень сильно С вами Касается Что Уже Означает Вот этот Переход Понимаете Что означает Когда Павел Говорит То что Как бы Мы мертвы Для греха Понимаете Потому что Ну На самом деле Физически Мы умереть Не можем Понимаете И вот этот На самом деле Большой вопрос Как же Мы все-таки Можем Практиковать Духов Ну Как бы Практиковать Смерть На практике Для греха Поэтому Вот я вам Набросал Интрий Будем дальше Что Продолжим Продолжим Ну Нет Чудажда Останется Пускай Я вас немного Завел Но вы согласны Что Что есть В этом Что-то В общем Специальное Что я вас Не обманул Да Когда говорил Что Листочки Достались В разу Да И хотите Я новые Сделаю Там Ничего Такого Я на самом деле Эти листочки Вы можете Вы читали Вы представляете Давайте я вам Домашнее задание Дам Домашнее задание Дам Почитайте 118 Псалом Там очень много Стихов Вот все Листочки Вот каждому Которому я дал Это стих Из 118 Псалма И в каждом Из этих Листочков Есть слово Откровение В каждом Из этих Листочков А еще В слове В этом 118 Псалме Есть очень Много Слова Законы И эти Законы Вот когда Говорится Про законы Их тоже Можно понимать Как откровение Тоже самое Тот же самый Как бы смысл Который несет Это не тот закон Который Моисеев Тоже об этом Говорит И поговорим Еще про то Все таки Как вышел То народ Израиля Из пустыни Потому что Ну Выход есть Выход есть И он Тоже Очень сильно Связан с откровением Поэтому Пока все Спасибо Конечно Редактор субтитров А.Семкин